Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! 13 сентября Apple выпустила новую версию прошивки iOS 14.8. Хотя практически уже никто не рассчитывал на ее выход, так как iOS 14.8 просто-напросто не тестировалась. Сложно сказать, зачем купертиновцы выпустили iOS 14.8, так как буквально на днях состоится релиз iOS 15. Но тем не менее, iOS 14.8 вышла, поэтому давайте сегодня разберемся, что нового в iOS 14.8, как эта прошивка работает на iPhone и стоит ли устанавливать iOS 14.8 на ваше устройство. Ребята, буду благодарен, если поддержите меня лайком, подпишитесь на мой канал. Ну что, погнали! Итак, новая iOS 14.8 имеет размер около 400 МБ в зависимости от действующей прошивки и вашего устройства. Я тестирую новую прошивку около суток. Скажу так, я облазил все настройки. Посмотрел приложение, пункт управления, ничего нового я не увидел в iOS 14.8. Визуально никаких новых эффектов здесь нет. Кроме как, при обновлении, смотрите, купертиновцы впервые заменили значок шестеренки на иконочку 14. Очень круто смотрится, красиво. И это, в принципе, одна из визуальных фишек новой iOS 14.8. Купертиновцы акцентируют внимание, что iOS 14.8 содержит важное обновление системы безопасности и, как всегда, рекомендуют эту прошивку для установки всем пользователям техники Apple. На официальном сайте сообщается, что в iOS 14.8 исправили уязвимость его фреймворке Core Graphics и браузерном движке WebKit. В первом случае злоумышленники могли сломать устройство, когда пользователь открывал вредоносный PDF-файл, а во втором – с помощью вредоносного веб-сайта. К счастью, первая и вторая проблемы не были эксплуатированы на широкой аудитории. Что касается производительности новой iOS 14.8, ничего плохого я не могу сказать. Система, в принципе, как работала стабильно, так и работает. По автономности, также я не заметил ухудшений. Ребята, стоит ли устанавливать iOS 14.8 на ваше устройство? Ну, вопрос довольно-таки риторический. Но, если вы работаете на iOS 14.7.1, на которой iPhone просто-напросто начал глючить, греться, потерял соединение с сетью и ухудшилась автономность и производительность, тогда вы можете смело обновляться на iOS 14.8, хуже точно не будет. Ну, а если у вас все нормально и iPhone довольно-таки работает хорошо на более старой версии прошивки, тогда я рекомендую подождать немного, так как буквально на днях должна выйти iOS 15. А там уже посмотрим. Друзья, пожалуй, на этом все. Все, что есть нового в iOS 14.8, я вам рассказал. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Обязательно подпишитесь на мой канал, зацените видео лайком. Всем желаю удачи и пока-пока! До новых встреч!